Такого в Литве еще не было. Экспертизой обычного онлайн-приложения по вызову такси занимаются сотрудники отдела кибербезопасности при Министерстве обороны. Специалисты предупреждают население. Тем, кто дорожит своими личными данными, от услуг российского Яндекс.Такси лучше отказаться. И выяснилось, что когда программа неактивная, она все-таки что-то делает. Она шлет данные, она имеет доступ к вашим контактам, к смс, к микрофону, к фотокамере, практически к всему. Ну и тогда появился вопрос, а зачем такси программки, когда она не работает? Нужен доступ к вашему микрофону или камере. Дистанционно через этот шифрованный канал можно забраться в ваш телефон. Можно узнать, где вы были, скажем, в этом году или прошлые два года. В Европе забираться в чужой телефон и скачивать оттуда информацию запрещено. Здесь действуют жесткие законы по защите личных данных. Их нельзя долго хранить и тем более выводить за пределы Евросоюза. Данные о литовских клиентах, как выяснили эксперты, утекают в Россию. А это уже угроза национальной безопасности Литвы. Но они говорили, что все данные будут обрабатываться в Европейском Союзе и так далее. Оказалось, что они посылаются в Россию, а там в России к этим данным подходит и российское секретное агентство. И, конечно, для нас это очень важно. Это Яндекс еще не запрещено в Вильнюсе и в Литве. Но тем людям, которые могут быть интересны для российских секретных служб, конечно, рекомендируется не внедрять эту программу. И это очень важный аспект. Представители Яндекс.Такси отрицают сбор личных данных пользователей. Говорят, литовским сервисом управляет компания из Нидерландов и действует она в соответствии с нормами Евросоюза. Кстати, в Латвии и Эстонии, где сервис Яндекс.Такси начал работать раньше, чем в Литве, претензий со стороны властей не было. Добрый день. Здравствуйте. Плохой рекламы не бывает, говорит Викторас, водитель такси в Вильнюсе. Разгоревшийся шпионский скандал, на его взгляд, лишь помогает приложению укрепить свои позиции на литовском рынке. Яндекс.Такси, если говорить именно об этой компании, она очень удобно сделала, очень удобно людям вызвать. В целом все довольны, и водители тоже довольны. Все сразу начали, а какие данные нужно вводить. Всем интересно стало, все начали пробовать и начали кататься. Виктор Аспевец. По выходным выступает на торжествах, по будням подрабатывает таксистом. По его словам, разговоры о проделках российских спецслужб в Литве его клиенты чаще всего не воспринимают всерьез. Но политикам Вильнюсе не до смеха. По словам члена парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, те, кто действительно заботится о сохранности личных данных, никогда не будут пользоваться онлайн-услугами компаний, связанных с Россией. То есть мы не хотим, в принципе, чтобы создалась такая ситуация, что данные граждан Литвы уходили куда-то за пределы Литвы в Россию и использовались не по назначению. Если хотят действовать в Европе, должны соблюдать наши законы, а не российские. То есть накопления данных не должно быть. Официальный Вильнюс уверен, главная угроза в киберпространстве сегодня исходит от России. И потому дело Яндекс.Такси в Литве вряд ли ограничится громкими возмущениями политиков. По словам парламентария, в будущем литовские власти могут подготовить для онлайн-сервиса неприятный сюрприз. Владислав Андреев, Данил Жилинский. Балтия неделя.